В повестке дня 42 вопроса. Первый по значимости и первый по порядку рассмотрения законопроект о корректировке краевого бюджета. Изменения связаны с поступлением федеральных средств и перераспределением собственных статей расходов. Среди предложений – субсидии местным бюджетам на строительство подъездных дорог к земельным участкам, которые выдаются многодетным семьям. Кроме того, в краевой казне появляется под программа «Доступная среда» в поддержку людям с ограниченными возможностями. На ее финансирование предусмотрено 69 миллионов рублей. Два года назад, еще когда я только начинал депутатскую деятельность, ЗАГС Собрания, даже в администрации города не было элементарного пандуса для того, чтобы, когда я проводил встречу, выездное заседание приемное Медведева, даже инвалиды не могли подняться, чтобы это провести. Корректировке подвергся и бюджет фонда обязательного медицинского страхования. Речь идет о выделении 45 миллионов рублей на единовременные выплаты молодым врачам, которые поедут работать в сельскую местность. Молодому человеку больше хочется, чем мне, машину купить, куда-то съездить. Я имею в виду пожилого. Я не говорю о том, что надо людей в возрасте как-то обижать. Нет. Я за то, чтобы молодые могли видеть перспективу. А там поработал, и если у него дальше есть желание, и, возможно, он продвигает себя в науку. В перерыве заседания депутаты рассказали журналистам о судьбе законопроекта, о прибавке к пенсиям жителям Дальнего Востока. С этой инициативой Приморский парламент уже обращался в Госдуму дважды и оба раза получал отрицательное заключение. Краевое Заксобрание вносит доработки в закон и повторно предложит применить к пенсиям районный коэффициент. Есть тенденция, что нас услышали, поэтому мы сейчас отрабатываем технические поправки и будем повторно обращаться с просьбой, потому что это, повторюсь, все-таки уровень Государственной Думы, установить такие Дальнего Восточного коэффициента для наших приморчан. Апрельская сессия включила в себя и традиционный доклад спикера о деятельности парламента за год. Согласно докладу Виктора Горчакова, в прошлом году депутаты приняли на 25 законов больше, чем в 2012-м. Владимир Клюшников, Олег Буймиструк, Панорама.